Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, напоминаю, что мы проведем традиционный вебинар, правильный понедельник, и тему этого вебинара я предлагаю определить вам. В нашем телеграм-канале мы проведем опрос. Я предложу несколько тематик, которые будут касаться совершенно разных финансовых инструментов и событий прошлой недели. И та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, этой неделе очень много значимых фундаментальных отчетов, очень много американской статистики, которая напрямую влияет на перспективу американской денежно-кредитной политики. Чего стоит только один отчет Non-Farm Perils. Если кто-то, друзья, забыл, Non-Farm Perils – это основной релиз по состоянию американского рынка труда, и для нас очень хорошая возможность разобраться в том, что будет делать ФРС с учетом вероятного осознания того, что потребительская активность в США растет. Я думаю, что по итогам этой недели, когда переварим уже пьяничные данные по Non-Farm Perils, мы поймем то, что инфляционные риски остаются повышенными, и, соответственно, американский регулятор будет вынужден и дальше откладывать первое снижение ключевой процветной ставки на конец этого года. Поэтому каждый отчет, который мы будем анализировать с вами в рамках предстоящих пяти дней, в конечном счете нужно будет подвести к тому, есть ли шансы на то, что американский регулятор снизит процветную ставку в сентябре. То есть июньское, июльское заседание мы с вами уже не рассматриваем, как тот самый период, когда эта решительность американского регулятора может проявиться. Ну а что касается таких детализированных релизов в целом дорожной карты, то напомню, завтра мы ждем данные по индексу производственной активности Китая. Это очень важная статистика в оценке состояния промсектора китайской экономики. И мы еще связали именно свою оценку и представление и анализ перспектив рынка нефти именно о состоянии китайской экономики. Я думаю, что индексы производственного сектора Китая снова разочаруют. И те из вас, кто вместе верит в развитие нисходящей динамики нефтянки, уверен, получат хороший такой фундаментальный козырь, чтобы придерживаться вот этих коротких позиций дальше. Помимо китайской статистики, завтра нас ждут ВВП Германии, индекс потребительских цен и ВВП Еврозоны. То есть это статистика, которая позволит нам в фокусе внимания держать европейскую валюту. И я уверен, что даже без какой-то выраженной восходящей динамики по доллару, евро все равно останется под давлением, потому что мы готовимся к тому, что Европейская Центральная Банка последует за другими регуляторами. И в ходе июньского заседания осмягчат национальную монетарную политику. И как ни крутить, для евро это точно станет негативным сигналом. В среду отчет ЭДП, который будет предварять официальные данные по Non-Farm Perils. Обязательно разберем с особым вниманием эту статистику эти данные, потому что они позволят нам подготовиться к Non-Farm Perils. Я думаю, что сюрпризов не будет, и мы получим еще один сей день отчет по американскому рынку труда. И в среду состоится заседание Федрезерва. Но оно, можно сказать, формальное, потому что рынок абсолютно уверен, что никаких судьбоносных решений по итогам этого заседания принято не будет на пресс-конференции. Вряд ли мы что-то слышим интересное от Джерома Пауэлла, потому что и так знаем, каких тезисов он будет придерживаться. Мы к ним уже привыкли. О том, что все зависит от макроэкономических данных. И ФРС вместе с нами, вместе с трейдерами, инвесторами и спекулянтами следит за тем, как меняется инфляция. И поскольку на рынке сохраняются условия для разгона индекса потребительских цен, то американский регулятор постоянно кормит нас завтраками о том, что, может быть, позже в этом году будет рассмотрен вопрос смягчения национальной монетарной политики. Я абсолютно не критикую Федрезеров и, соответственно, не обвиняю его в нерешительности. Мы адаптируемся к тем условиям, которые есть на рынке. И как раз выжидательная позиция американского регулятора уже позволила нам очень неплохо заработать на росте доллара. И мы до сих пор остаемся в этих длинных позициях. Верим, ну, по крайней мере, я в то, что доллар сможет выйти к новому локальным максимуму, позволит нам заработать еще больше. Мы успеем начать шортить американскую валюту. Но если делается все-таки упор на фундаментальный фон, я надеюсь, вы со мной согласитесь, что для шортов должны быть подходящие условия. Хотя бы намек на то, что на одном из ближайших заседаний американский регулятор все же откажется от жестко монетарной политики и сбросит ставку с текущих высоких уровней на отметке 5,5%. Индекс доллара сейчас 105,85. Мы довольно неплохо завершили прошлую неделю. И уж точно можно сказать, что мы получили еще больше фундаментальных оснований, которые позволяют верить в рост американской валюты. Ну, вопросики были, пожалуй, только лишь к показателю ВВП США за первый квартал, потому что рост составил всего лишь 1,6% против прогноза 2,5%. Но особо, опять же, цепляться за этот релиз не будем, потому что динамика ВВП и в данном случае замедление темпов экономического роста вовсе никак не коррелирует с показателем инфляции. На инфляцию влияет рынок труда и потребительская активность. А с этим в американской экономике сейчас ситуация складывается таким образом, что мы смело можем говорить о том, что эти инфекционные риски остаются повышенными. Инфляция, скорее всего, будет расти. Личные доходы в марте в США выросли на 0,5%. Если растут личные доходы, можно логично предположить, что увеличатся и расходы. И действительно, расходы за этот же период времени выросли на 0,8%. И самый важный релиз конца прошлой недели, а может быть даже всей пятидневки, это индекс расходов на личное потребление ПСЕ. Здесь не обошлось без сюрпризов и в данном случае положительных для, позитивных для покупателей доллара, потому что индекс расходов на личное потребление вырос с 2,5% до 2,7%, а базовая инфляция осталась на прежнем уровне 2,8%. Точнее, базовый индекс расходов на личное потребление. Эти данные явно подтверждают то, что по итогам апреля, скорее всего, мы получим еще один месяц роста инфляции уже в фактических цифрах. И как только мы увидим эти цифры, полагаю то, что даже в сентябре вероятность снижения процентной ставки в США будет уже в районе 30%. Сейчас, кстати, если вы помните, раньше мы рассматривали июнь, после выхода этих данных вероятность снижения ставки в июне составляет 11%, а в сентябре 44%. Снижается и создает идеальные условия для того, чтобы американская валюта нацелилась на тестирование сопротивления 106 и двигалась уже дальше. Золото в 1330 долларов за тройскую унцию, сантимент по-прежнему 50 на 50. Надеялся на то, что после индекса PC у нас будет более интересное распределение, но вот не сложилось. Трейдеры по-прежнему в замешательстве, нет лидеров среди покупателей и продавцов и нет выраженной толпы, против которой мы могли бы торговать. Поэтому давайте здесь тоже сохраним статус-кво. Рынок нефти все так же медвежий прогноз 8750, причем основной упор сейчас в рамках предстоящих пяти дней я делаю на слабую китайскую статистику и на то, что запасы нефти в США снова вырастут. И на этом фоне нефть может нацелиться на движение в районе 85 долларов за баррель. А если еще получится так, что доллар упрощит свои позиции после выхода данных по Non-Farm Pearls, то укрепление доллара окажет еще большее давление на рынок нефти. Евро против доллара 1.07.18. Из последнего новостного фонда стоит отметить, что к Лагард и вице-президенту ВЦБ Луису де Гиндесу, а также главному экономисту европейского регулятора Филиппу Лейну присоединился еще один член Совета управляющих и по совместительству глава Банка Италии Панет. Он тоже подтвердил, что ставку нужно снижать в июне. Мы на это собственно и ориентируемся. Доллар канадец 1.3640. Основной акцент на укрепление позиции американского доллара и на ожидании смягчения канадской монетарной политики в копе с ослаблением цен на нефть. И дорога, путь к отметке 1.38 все также открыт. По доллару-франку также дожимаем до уровня 0.92. Остается 90 пунктов. Буквально несколько десятков пунктов нам не хватило на прошлой неделе до нашей цели. Но уверен в том, что мы добьем до данного уровня. Просто не забывайте, что пара долларов-франка это одна из самых низковлатильных валютных пар. И здесь нужны хорошие условия, но Non-Farm Perils точно тянут на то, чтобы их можно было назвать хорошими условиями. Американский фондовый рынок S&P 500 5144 пункта. Здесь приоритет восходящее движение. Как и раньше, ожидаемый исторический максимум. Стартовал сезон квартальных отчетов. И после сильных релизов от Intel, Microsoft и Apple я не сомневаюсь в том, что этот сезон квартальных отчетов точно взбодрит покупателей и поможет, собственно, американскому фондовому рынку выйти на новые локальные отметки. Особый интерес сейчас к паре доллар-иена. Котировки в районе 150 850. Хай был выше 160, но как только пара улетела к этой отметке, мы увидели, я думаю, что проявление этих самых валютных интервенций, которые ожидались, потому что в моменте она снизилась почти на 200 пунктов и, может быть, это еще не предел. Банк Японии нужно вмешиваться, как ни крути, Минфину тоже. Поэтому ждем серьезного отката и потенциального разворота восходящей тенденции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!